Доброго вам 5 марта! Здорово! Здравствуйте! Была у нас классная мысль давно, чтобы записать какие-то психологические диалоги на разную тематику, развернуто просто пообщаться, как это делают на больших каналах, передачах. Передать, так сказать, то, что мы начитали, вычитали и прожили. Сейчас как раз подвернулось у нас время. Свободно. Да, делаем, что можем. Цели здесь нет никакой, можно смотреть, можно не смотреть, но, по крайней мере, когда мы кому-то что-то говорим, что-то проецируем из своих мыслей, мы отвечаем сами себе на много вопросов, поэтому, на мой взгляд, общение и глубина этого общения, она для человека очень важна. Собственно, а кто мы без общения? Да. Стадны ли мы или не стадны? Тут как раз вот, можно как раз в этом времени проверить себя. Кто есть человек? Свои желания, кто ты что-то, что хотел. А кто есть человек? Я сегодня задавал некоторым клиентам вопросы и знакомым. А кто есть человек? Ты что ответила? Homo sapiens – это подраздел человеческого вида. Ну, короче, от обезьяны говорите. Нет, я говорю, кто? Человек. Ну, в общем, на днях я задался вопросом, у меня были свои итоги этого ответа. Человек, отдельная ли существующая эта единица, да, биологическое существо. Одновременно у меня есть хороший друг Юра, он занимается очень офигитительной наукой. И когда-то он мне мою карту прочитал по звездам, моего рождения и меня, собственно. И для меня это космически было, в прямом смысле слова. Совпало. Ты знаешь, вот что вот, да, что в нашей сути есть, не то чтобы совпало. Тут нет сравнения, совпало или про будущее. Это то, какое ты есть, почему на тебя повлияли те или иные звезды. Но, в общем, для меня было важно понять, что на нас влияет. И, соответственно, откуда мы. Что на нас влияет? Ну, во-первых, планета Земля. Мы на нее не выселились откуда-то, это всем ясно, да? За семь дней ее создать кто-то мог. Ну, давайте честно, вряд ли. Вот. Оговорочка. В религии не очень, поэтому извините. Вот. Поэтому в итоге первая молекула, которая произошла на Земле, да, она все-таки, она из нашей планеты. А наша планета откуда? С космоса? Нет, не с космоса. Буквально на днях дочитался все-таки. Википедия, огонь. В России скоро будет запрещено. Солнце, когда, собственно, образовалось, это, собственно, часть Солнца. Это часть Солнца. Скопление там было. Газов там, из чего, собственно, состоит Солнце. И в то же время, практически, 4,5 миллиарда лет, начала формироваться Земля, когда есть, собственно, Солнце. Это практически одновременно. Понятно, что Солнце немного раньше. Вот. Но, собственно, наша планета от Солнца. Вот. Потом в нее начали добавляться, да, всякие космические тела. Обрастала она, обрастала, обрастала, а внутри осталось то ядро. Вот. Которое началось, как она называлась, или химическая революция, или, в общем, когда... Возврыг. Да, возврыг. Нет, подождите. Мы про Солнечную систему и человека, а большой взрыв, это про, собственно, мироздание вообще, потому что из ничего взялось что-то. Ну, в общем, то, что мы сейчас под влиянием Солнца, планеты нашей Земли и Луны, которая образовалась после большого столкновения, образовалась еще и Луна, и все, так сказать, завертелось. Первые простые организмы, потом более сложные, 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 и вот он, венец. Мы. И вот я думаю, два варианта, да, что такое человек, ну, на мой взгляд, либо это очередной временной биослой, ну, который должен покрыть Землю там, и погнали дальше по эволюции, как и динозавры в свое время, да, так жили, вот, и растения, то есть биослой, который, ну, на Земле какую-то образовал поверхность, да, вот. Либо мы венец всей эволюции, то есть мы это реально космос, отражение всего космоса, отражение всего мироздания. Я выбираю второй вариант. Выбираете второй вариант? Да. Что мы всего лишь биослой, да? Нет, второй вариант у тебя был, что мы... А, извините, у меня был. Но биослой сегодня вообще. Короче, интересно, интересно. И вообще, зачем у меня эти мысли произошли? Ну вот, четыре с половиной миллиарда лет, из них первый человек по разным источникам всего лишь начал свое существование восемьсот тысяч лет и триста другие источники, говорят, человек разумный, то меньше. Вот, то есть совсем мизер. Угу. Четыре с половиной миллиарда лет, это сколько миллионов? Четыре тысячи... Я ободвачки сами... Четыре тысячи пятьсот миллионов лет назад Земля начала образовываться. А человек... Вот только вот. Этот человек, как вы сказали, высшая форма, да, вот это, как сказать, отражение... Отражение... Отражение всего космоса, да. Хочешь познать человека, хочешь познать космос, познать человека, да. И... Ну, космос, конечно, точно дружище, но он вообще не известен. Ну, тут вопрос в размерах, да. Как... Тоже недавно для меня было открытие информации, что нашли скопление звезд в восемьдесят световых лет или восемь световых лет. Ну, в общем, длинное скопление звезд, которое отражает нашу ДНК. То есть это так, сверенно. Они проводят ими укладывают, как отражают. Да, это всего лишь вопрос размеров, да. В «Люди в черном» фильме, кстати, эти размеры очень классно показаны. Там, где галактика Ориона была, да, у кота на шее, если помните. Или он открывал ящик с этими... О-о-о, поклоняемся тебе с маленькими человечками. В общем... И что же происходит на самом деле сейчас? Сейчас... Покрываются биомассой все. Это... То есть мы ушли либо в животные инстинкты, получается, да. Кто-то ушел, кто-то не ушел, кто-то сохраняет спокойствие это. Но одновременно мне понятно, что сейчас главным управлением человека идет страх. Но это свершительно. Да. Чем сейчас можно управлять? Сейчас вам запустили, опять же, про фильмы Терминатора. Скайнет вам. У каждого телефон в руках. Каждый прошивается. Пожалуйста, мы себе сами вырвали этот Скайнет. Вот. Поэтому Скайнету передается у нас хорошая информация, либо плохая. Ну, зачастую, вы понимаете, какая. И у нас идет управление нами, да. Вот. Сами на тотале разрешение. Да, но одновременно мы никуда не денемся. Мы же малы. А в массе мы еще и как маленький ребенок себя ведем. В массе. Отдельно каждый человек, я уверен, что отдельно каждый человек, он гей. Он бог. То есть в каждом человеке это есть. У нас есть. Если мы уже венец эволюции, то в каждом это все есть. В нашем теле, в нашем мозге, который, извините, развился до невероятного уровня. Но в массе мы как малое дитя. Когда человек сам, он принимает какое-то решение и действует, и не ориентируется на людей. А когда есть огромная толпа, он в любом случае кое-что про меня могут сказать, он все равно сделает то, что делает ближний. Сеть такая, да? Да. Какой единый организм работает. Да. Несмотря как до этого этот человек развивался, как он вообще по каким принципам шел. Ну если возьмем пятьдесят процентов тех людей, которые одинаково мыслят, работают. Пятьдесят, наверное. Как правило, это девяносто. Или да. Ну то есть вот именно эти люди. Не возьмем тех особенных людей, которые уникальны, а именно... Ну как сказал Сатхуру, если ты пытаешься выделиться, то ты полный дедурок. Ну конечно не так мы говорим. Ну да. Он сказал, что если ты пытаешься принизить всех, а себя возвысить, значит ты такой же. Типа быть. Быть никаким. Пытаться в себе какую-то агритичность разыскать, это как бы общение не очень. Но тут вопрос, зачем ты себя так ведешь? Ну ты чувствуешь типа свое превосходство, свою особенность. И из-за этого себя так ведешь? Ну нет, ну просто опять же давай за вот эти вот животные инстинкты. Ты видишь, что ты уже на другом уровне, и как бы эти животные инстинкты уже как бы не у тебя. Хотя иногда и ты им поддаешься, потому что... Ну как бы базовые еще потребности нужны, как бы секс, еда еще нам нужны. Страх это тоже базовая потребность. Ну это оружие, которое тебя всегда защищало. Да, и стрессовое состояние, и страх. Мне про это известно, и это я прорабатывал прямо в моменте этого. Мне интересно было, как мой мозг работает, когда мне страшно. И что я начинаю придумывать, когда мне страшно? А это как-то вообще даже прям... Идеальная чистота мысли. Когда тебя ставят в запрет, ты хочешь вылезти из этого запрета. Ну окей, давай про страх. Что это? Ты чувствовала страх в последнее время? Как он... Ты чувствовала страх в последнее время? Ну если... Как ты его чувствовала? Что это? Это то, что разрушает и заставляет где-то опускать руки. Ну мысли какие-то, что блин, надо бежать, надо что-то делать. А потом ты останавливаешься, задумываешься и понимаешь, что тобой владеет страх. И нужно выходить из этих эмоций. Вот. Это то, что я ощущала. Я ощущаю, когда мне страшно. То, что это меня разрушает. А как ты... Ну ты говоришь разрушает, разрушает. Объясни. Как ты понимаешь, что разрушение идешь? Что это? Ну вроде ты что-то хочешь делать, но при этом ты ничего не делаешь. Это вот здесь или как-то телесное? Что это? Телесное скованное. Это все вместе. Все связано. И здесь и телесное. То есть расстройство мозга, дезориентация что-то? Да. Что-то по типу такого. У тебя страх идет в дезориентацию? Да. Оно меня останавливает. То есть план рассыпается какой-то? Да. Интересно. А у тебя как? Страх. Что... Вот момент... Иногда защитная реакция типа... Та-а-а-а... Что за камень? Не справимся, что в первый раз? Ну например, заменяешь позитивом что- jealous... Нормально, на какой-то момент этого хватает. Потом иногда идет просадноتка, типа... Чуть высаживайся, но потом опять нормально. Но страх это то что mówią, что это тебе сковывает. То, что типа... Надо принять, и ты такой не хочешь, но принимаешь, потому что, типа, окей. У меня страх связан, вот я чувствую, у меня на дыхании сразу подвязано, я чувствую, что начинаю подзадыхаться. Это у меня чувство есть, когда я начинаю пользоваться соцлентой. Я не веду свою соцленту, у нас есть только рабочая, но так или иначе, так как я ее веду, особенно сейчас, начинаешь подсаживаться, но подсаживаться на автоматизм листания, и у меня это на дыхании проявляется, что я чувствую, начинаю задыхаться. И такая штука у меня происходит, вот когда с одной стороны негативчик прилетел, с другой стороны позвонили, там смс, там ты подписался на какой-то новостной канал сейчас, да? Кто-то там в Телеграме, кто-то еще где, там друзья позвонили, что-то еще, да. И, короче, вот это нагнетание, оно вот приводит, что я такой чувствую, начинаю потом... и все, я включаю мозг. Скорее всего, может быть, это у меня не как-то на уровне... Ну, просто когда ты учишься себя слышать, так оно у всех и происходит, просто они все как бы с этим работают. Ну, я задаю себе вопрос, может, я какой-то неадекватный, что я веду себя спокойно сейчас. Для меня спокойствие сейчас это главное оружие среди этого бреда, который сейчас происходит. Или пытаться улыбаться, находить какие-то моменты, какие-то с чего пора... Ну, то есть, понятно, что неправильно вести себя внешне улыбчиво, а внутри ты просто разорван. Это неправильно, это приведет автоматически к болезням. Нужно понимать, что через внешнюю вот эту проекцию спокойствия, улыбчивости, приветливости... Приветствия другим. Да, мы обмениваемся энергией, да, ты права. Мы сейчас перенаправляемся в энергию, да? Вот, энергия по... физикам... у всех физика, наверное, на моем уровне троечке. Вот, но есть закон термодинамики, если я не ошибаюсь, физики поможете там в комментариях. Вот, термодинамики, что ниоткуда вот эта энергия, из ниоткуда она не берется и в никуда, короче, не девается. Короче, все в нас. Все в нас, все от нас. Мы, короче, делимся. Короче, мы вообще все вокруг нас, энергетические тела, да, если на молекулярном уровне рассмотреть. И, по сути, мы, ну, всего лишь обмен, короче, энергиями. А если говорить, какой обмен энергиями сейчас происходит, понятно, что 90% сейчас и новенький обмен такой. И понятно, что все на взводе, и все чувствуют вот этот страх. Плохо? Да. Шо мы можем подхуй подделать? А шо я могу работать? Ну, тут мы можем подумать, почему вам происходит страх. Понятно, что там льют, там льют. Но задайте себе вопрос, чего мы на самом деле боимся? Лишиться жизни, даже не того, что ты приобрел, а типа... Ну, с одной стороны, типа, тебе уже будет пофиг, с другой стороны, те, кто остается, такие, мне пофиг будет. Вот. И как бы ты ценишь все то, что у тебя есть на самом-то деле? Хотя тебе казалось, что типа... Слушайте, с Мэтью МакКонахи фильм «Настоящий детектив» первая часть. Ну, классный сезон. И там он говорит такую штуку, говорит, посмотри на их лица. Ну, как вы поняли, настоящий детектив все-таки про жестокость убийства. Вот. И он говорит, посмотри на их лица. Вот в этом моменте, посмотри, листает лица, посмотри на лица. Вглядись в глаза, они счастливы. Они спокойны, потому что они приняли то, что будет, и все, они освободились. Поэтому вопрос, если ты боишься реально смерти, прорабатывай эту тему. Ну, тему, потому что у нас в стране не принято вообще говорить о смерти, у нас вот это... А у вас там церемонии пройдет? Ну, короче, церемония, не церемония, я вот тут советов не могу давать. Надо ему кататься спросить, он проходил. Позвоним ему сегодня. Да. То есть, если вы действительно боитесь потерять жизнь, то нужно работать со страхом. Это мне понятно. Ну, вроде бы как бы и не особая жизнь, но какой-то такой типа страх, что... Нет, вот я себе визуализирую картинку, что если где-то херачит, и все это таким становится, то ты просто безвыходная ситуация. Если ты нас вступаешь, и типа вот оттуда картинка была. У меня такого вот нет таких мыслей. Я иногда думаю, что я какая-то супер странная, потому что... Позитивчик, позитивчик. У меня нет страха смерти. То есть, я не знаю, я вот помню одну историю с детства, мне очень было страшно. Я, видимо, переросла или что, у меня где-то лет десяти вот этого страха вообще нет в голове. То есть, мне нет страха смерти. Я всегда говорю, что будет, то будет. Как должно быть, так и произойдет, как бы, и все. Но тем не менее, ты постоянно тревожишься. Ну, это потому что окружение, то, что мы говорили, это окружение, оно делится этой энергией, я ее тяну и все. Чистая энергия, да? Да. Но страха нет? Нет. Нет, не всегда. Потом другой взял. Он какой-то вот такой... Я прочитала такой, раз, волна какая-то пришла. А тебе тогда легко освободиться, получается? Ну, я вообще... Сброситься с плечи. Пошли вы все. В принципе, стараюсь так и делать. Потому что я вот, когда обмениваюсь с людьми информацией, тогда мне становится где-то тревожно. А потом, когда я прощаюсь с этим человеком, мне сразу спокойствие. Слушайте, мне кажется, даже в смирное время, когда люди сплечничают, оно как-то передача негатива в негатив. Короче, вот этот вот ком этот растет снежный. Да. Я думаю, это все туда же. Ну вот. Адекватно мы себя ведем по этому поводу, разбираясь, что для нас действительно прав или нет? Адекватно ли мы то, что мы спокойные? Ну, может быть, потому что это не впервые, а... Потому что это не впервые, как мне клиент сказал, а вот почему вы такой спокойный. Адекватно. Адекватно. Ну, я вот, наверное, пару дней назад мимо меня просто танки проезжали, и я... И идем дальше. Ну, типа мы это проходили. Да, да. 8 лет назад. Для тех, кто знает, не знает, давайте пока это опустим. Я хочу продолжить. У меня последний, скорее всего, вопрос, наверное, завершающий, чтобы все не заснули. Мы разобрали, да, что действительно боимся. Вот. Это может быть, кстати, потеря дома. Я просто накидаю варианты, кто что боится. Потеря дома. Зоны комфорта, да, кто-то купил квартиру, недвижимость. Все это, опять же, было пройдено мной, и я сказал, что в Одессе никогда в жизни недвижимость не куплю. И более того, я ее и не покупал. И двигался этой стратегией налегке с рюкзаком. Для меня было важно то, что у меня в жизненном опыте. И поэтому я влаживал деньги в свои эмоции. Конвертировал их, как я говорю. Вот. Но это лично мое. Вот. Поэтому для кого-то, я понимаю этих людей, для кого-то потерять дом. Для кого-то бизнес, в котором устраивался гадание. То есть это время, энергия. Это колоссальное количество. То есть для тех, кто влаживался во что-то, и те, кто дорожил чем-то, для них понятен страх. Но это тоже можно убрать. Да? Это тоже не оно. Это тоже не оно. Это тоже не оно. Это тоже не оно. Людям, которым нечего терять. Мы сейчас говорим вообще про всех. Всем страшно. У тебя одно. Одно. Почему страшно? Мы разбираем страх. Почему страшно? Кто-то реально опасается. Я боюсь за свою жизнь и сидит по убежищам. Да? Другие же, блин, для меня сложно, потому что я выстраивал бизнес 10 лет. Да? А кто в Одессе всю жизнь живет, он всю жизнь свою выстраивал бизнес. Вот. И это только про Одессу, не говоря про всю Украину. Что еще? Сейчас придется какие-то рокировки делать со своей жизнью. Если мы... Следующий вопрос. Вовлекаться или нет? Да? Если мы не вовлечемся и не побежим что-то решать, что нами может и не решиться. Вот. И тут вопрос. Вовлекаться или нет? По факту? Ну, можно по Одесски вопросом на вопрос. На что вы можете повлиять? На свое внутреннее состояние. И передача энергии? Личная ответственность. Личная ваша личность? Личная ответственность. Большая сила. Я почему к этому вел, к личной ответственности? Я думаю, как я сказал, каждый человек мог отдельно. И вопрос о личной ответственности, если бы он преподавался бы с первого класса, внушался бы родителям. Я думаю, что через тысячу лет личная ответственность будет прошита у человека в ДНК. Не надеясь на кого-то там? Не надеясь на кого-то, не надеясь на правительство. То есть каждый себе будет автономен решать, что он хочет, по каким границам ходить. Они тоже должны стереться через тысячу или через десять, я не знаю, когда это произойдет. То есть там, где человек не будет свою ответственность передавать на кого-то. Вы понимаете глубина этого всего? Я надеюсь, что каждый из нас немного получил больше ответов. Еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за дело. А вы тоже?